Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. «Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо всё, делающееся явным, свет есть». Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя салмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Сегодняшнее апостольское чтение посвящено одной весьма важной в духовном измерении теме – теме плодов Духа и того, как их использовать, дабы унаследовать Царство Божие. Главное отличие христианина заключается в том, что он с помощью Божьей смог выбраться из объятий тьмы к Свету Христову. Тьма – это не что иное, как жизнь без веры, духовное невежество, в котором пребывали и пребывают все, оторванные по незнанию или по злой воле своей от Бога, Его Света и Истины. Лишенность Божественного Света свойственна язычеству, а противоборство Ему и отрицание Его – современному атеизму. При этом люди отвергаются самого главного – Божественного общения, пребывая в прелести бесовской и далеко отстоя от Господа. Ибо по словам преподобного Яна Дамаскина, познание Бога есть жизнь души. Ведь по сути именно такой, то есть стремящийся к Богопознанию, изначально Бог и сотворил нашу душу, предназначив ее к вечной жизни со Своим Творцом. Бога не знают только те, кто не хотят Его знать. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте», слышим мы сегодня. Но что значат эти слова для нас, христиан XXI века? Дела тьмы – это наши грехи. Только одни их совершают с удовольствием, не замечая при этом, как тьма поглощает сначала их жизнь, а потом их души. Другие же сопротивляются тьме, стремятся быть истинными чадами Церкви Христовой. Хотят быть источниками света для других, указывая путь истине к Богу. Такие люди знают, что придет Христос и прекратит всякую жизнь во грехе. И те, кто выбрал для себя временную земную жизнь во тьме, перейдут во тьму вечную. И пока стоит мир, пока люди не осознают, что ждет их впереди, эти слова апостола Павла не потеряют своей актуальности. И будет продолжаться борьба добра со злом, и будет враг рода человеческого наслаждать свою тьму. Потому что есть только один способ победить в этой борьбе – это озарить свою жизнь светом веры Христовой. А для этого необходимо стремиться в Храм Божий и всем сердцем ощущать свое единство с Матерью Церковью. Только здесь источник света – источник божественной благодати. Вот почему дьявол и его слуги восстают на церковь. Вот почему чадом Церкви Христовой необходимо быть еще чадом света. Мы должны делиться светом божественной благодати с теми, кто нас окружает, чтобы и они могли противостоять тьме. Помочь им не обременять свои души проблемами, которые производят бесплодные споры и ведут к пустословию. Мы должны свидетельствовать о Христе и его любви ко всему роду человеческому и каждому из нас. Кто же имеет право обличить мир, погрязший во грехе его беззакония? Только тот, кто осмелился выступить на борьбу против собственных грехов и страстей. Именно такими людьми и были миллионы святых, как прославленных, так и непрославленных Церковью и стоящих пред престолом Божьим. Причем, что характерно, во время своей земной жизни эти святочи веры Христовой никогда не считали себя не то чтобы святыми, но и вообще людьми, которые хоть как-то приблизились к Богу и заслужившими Его милость и любовь. Чем выше была святость человека, тем большим грешником он себя считал. И такое подлинное смирение побуждало их осуждать вовсе не своих ближних, но самих себя. Один современный богослов как-то отметил, надо быть действительно хорошим человеком, чтобы прийти к раскаянию. И здесь мы сталкиваемся с затруднением. Только плохой человек нуждается в покаянии, только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, тем более нуждаетесь в покаянии, но тем менее вы склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию, но такой человек в покаянии не нуждается. Преполомный Ава Дорофеев, в свою очередь, поясняет подобное смиренно-мудрие намного проще и более емко. «Святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». Подлинное распознание дел и помыслов есть не что иное, как особый благодатный дар, неспосылаемый Богом за чистоту жизни. Блаженный Феодорит Кирский пишет, «Тот, кто принял благодать Всесвятого Духа, тому удобнее распознавать то, что благоугодно Богу. Ибо там, где есть божественная благодать, пребывают и праведность, и справедливость, и терпение, и смирение, и душевная чистота. Только Господь наш является источником подлинной христианской добродетели, ибо Сам Христос есть благость, праведность и истина в высшем Своем проявлении. И нам, верующим Господа и называющим себя Его последователями, надлежит подражать возлюбленному Своему Божественному Учителю в этих качествах, потому что только так мы сподобимся обрести правду Божью и истинный путь спасения во Христе Иисусе, Господе нашим, которому слабо во веки веков».